эх здравствуйте здравствуйте друзья вроде бы мы не так уж давно с вами не виделись но вот эта поездка во флориду которая заняла дней 10 переключила сознание блогерская и я уже ничего не помню что тут у нас было а у нас тут холодно вы знаете и и холодные так туманненько вот даже я не знаю может вам показать на ту сторону сейчас покажем и вот я даже мерзнуть видите теплую кофту с собой взял ну так такую кофту взял с собой думаю случае чего наденут хотя так вроде пока ничего у нас существенно прохладнее чем было во флориде но дать как-то дома все-таки хорошо дом хорошо я много снимал во время этой поездки и почти не было времени все это приводить в порядок но в общем получается так что при том что я существенное количество сюжетов скинул на канал портнов блог просто чтобы он там ну чтобы основную не засорять хотя в общем то я довольно много и на основной вешал но уже так чтобы не беспредельничать вот на портнов блок там довольно много всего и у меня еще осталось штук пять не недовешенных ну ну еще раз но вот я просто не хочу перегружать там людей я вижу даже чтобы количеству просмотров не хватает то что вообще продолжительные сюжеты там и по 20 минут есть и по 30 минут есть и чайчик не может физически выдержать столько поэтому я уж так потихонечку потихонечку и главная задача поездки во флориду было в том чтобы показать жилье и места для жизни за пределами кремниевой долины где можно в общем-то ну недорого и так в общем вполне достойно жить и я имею ввиду с точки зрения стоимости недвижимости да вот по сравнению с тем как мы вас тут пугаем но мы не специально пугаем мы просто показываем чтобы понять понятие имели такое более предметно ну и вот конечно там господи последний комплекс где вот мы с наташей quick вместе снимали там получилась такая история что мы хотели в ресторанчик пойти там поболтать пообщаться но поскольку место оказалось не очень удачным так с потолка взятая ну и так чтобы посидеть патри патри чтоб тихо было вот наталья год давай видишь какой-нибудь новые новую застройку какой-то пойдем там в клабхаузе посидим так она бог там что-то нашла какую-то ближайшую новую застройку мы подъехали 15 минут и там посидели вот собственно так получилось но там риэлтор который был он с нами увязался и вот сюда ходил поэтому так уж просто сесть поболтать нам не удалось так мы еще вот поснимали это жилье и вот это за 230 тысяч в общем-то много там много всякого добра и все новенькое знаете может быть это не самое так сказать востребованное место территориально но но не так плохо в общем-то совсем не так плохо в общем 230 тысяч слушать я прямо даже не знаю если бы такой дом вот 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 этот вот за 230 вот сюда бы перенести но это было бы зад за 3 миллиона это было бы за 3 миллиона вот то есть там даже не в 10 раз а так и не знаю в 12 13 15 но тут там зарплаты пониже конечно но не настолько же про вот это была цель поездки а началось все с того что ну давайте расскажу эту историю забавно какие-то люди написали бег не знаю написали люди из флориды там примерно из тех же краев вот там бока ротон где-то оттуда и говорят вот приезжайте поснимайте мы там готовы а вот так сказать компенсировать ваши там труды я никогда ничего за деньги не снимал и не то чтоб я там нуждался как-то сильно но самый главный вопрос это насколько люди в состоянии создавать хороший контент то чтобы с ними поговорить чтобы они симпатичные были по делу и так но как бы чтобы зрителю было интересно поэтому мы с ними скайпе болтали так будет нормальные чуваки там все все хорошо да и светлана моя говорит ты знаешь бит но неудобно с них деньги брать но как-то это все нехорошо тем более они над это селит там в каком-то комплексе там у них есть в менеджменте они риэлторы у них там такой рилы стоит секунду стоит они такие успешные там всего чего не столько там нет ну и ну пусть билеты просто нам оплатит и все ну там да а билеты поскольку мы уже в таком возрасте что ли и состоянии мы когда летаем нам нужно поприличнее то есть обычно в этом первым классом бизнес-классом летаем потому что иначе просто физически из изнашивается человек мы не выдерживаем и там билет там 3000 долларов билет виду там с них билеты и все и дальше и я понимаю что я за бесплатно то есть только за перемещение неделю работаю и вдруг они говорят вы знаете и у нас нет таких денег там и так как то в общем все вот давайте дальше было самое смешное они говорят давайте вы поснимаете вот а ближайшие там транзакции которая произойдет там купли-продажи вот мы вам эти 3000 значит вернем тут я уже совсем офигел то есть я как 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 бы я инвестирую то есть получается что я должен там на свои приехать кого-то там продвигать там или что-то я думаю совсем офигеть но как-то мы уже настроились знаете мы настроились поехать во флориду показать недвижимость и какие-то нас уже планы были я уже году так мы себе сами купим билет но в конце концов что у нас на билет что ли нет и будем снимать то что мы хотим а не то что вот там кого-то конкретно в одном месте в общем короче вот так возник план неожиданно неожиданно так что друзья мы ничего не заработали мы низкого денег не берем и и никогда не брали вот но так для удовольствия для фана мы очень довольны что мы съездили и я надеюсь что вам тоже было интересно ну вот еще я сказал там еще осталось несколько сюжетиков я не хочу заранее там рассказывать каких но мне кажется хороших там мы посмотрим с инвиз с частным следователем там стивом дудником мы поговорим о том как не попасться на всякие разводы мошенничество и так далее какие бывают неприятные ситуации как их избежать вот такой потом риэлтор из мест полубич ирина сидельникова ответит на вопрос там вопросов набралось а ирина чек такой знаете ну не публичный то есть вы как-то риэлтор не публично вот так не публично то есть все кто приходит приходит там через знакомых там откуда-то но как-то вот так она в узком таком кругу вот и и тут вдруг какие-то незнакомые люди откуда-то там с интернета и в общем она распереживалась как ты сразу много вот ну и вопросы я буду давай ответим на вопросы она переживает что люди вопросы задают и на может у кого-то еще так я бы давай ответим на вопросы и так хороший сюжетик там на полчасика у нас получился с ответами на вопрос и кульминацией нашего пребывания во флориде должно было стать присутствие на пикнике значит пикник в городе бока ратон там такой парк замечательные все но но получился ливень тропический а пикник был не наш пикник был там другие люди устраивали но нас пригласили как бы это чё вам там снимать что-то давайте к нам на пикник ну и вот мы к ним на пикник и приехали люди но уже висит этот сюжет который там так поснимал немножко . образно потому что дождь пошел и я там в общем не мог снять то что хотел стоять кроме того там еще много народу подходил поговорить посоветоваться они не хотели чтобы показывать поэтому такая вот получилась линия но когда вы приехали еще не было дождя и я за это время успел заснять там немножко со стивом дудника меня успел заснять полчаса с ириной сидельниковой сидельниковой с рилтором и там вот еще девушка ульяна ну женщина вода и ульяна с ее дочкой юлий мы так вот успели еще без дождя а дальше уже началось там в общем не знаю люди приезжали не только что не то что из тампы а от там потом часа четыре езды минимум но приезжали даже с самого севера флориды там я забыл город при нем говорит там на видео 7 часов езды за этим специально приехал и они на сказать как приехали также и уехали они там побыли может быть час максимум и уехали обратно уже темнело и но в общем вот так у нас было много трогательных встреч и настроение хорошие выше было абсолютно из головы все чем надо заниматься на работе хотя я тем не менее в четверг начал группу новую вот в онлайне сегодня второй урок а первый я вел оттуда знаете оттуда неплохо вести потому что если здесь мы начинаем 6 вечера по местному то во флориде это 9 вечера то есть ты уже успеваешь и погулять и там вернуться и перекусить и в порядок себя привести и в общем так конечно было сомнение как потянет интернет который там в этой гостинице не гостиница вот ему квартиру сняли как потянет интернет потому что он первые пару дней вообще барахлил и я столкнулся с таким эффектом при подгрузке видео с которым не сталкиваться раньше никогда то есть вы берете видео на час так вот мы с дмитрием и первые самые мои видео мы с дмитрием едем там смотрим майами из машины и видео на час я его подвешиваю и она долго грузится она грузится вот как видео должно было бы грузиться на час и после чего то что остается нашим зрителям там 11 минут его а как же знаете бывает грузишь грузишь тебе что-то говорят в конце не получилось типа это бывает ну не получилось и не получилось но чтобы получилось так что не все видео видно только кусочек и это конечно обалдеть и я тогда еще раз там думаю ну еще раз подгружу значит еще раз гружу выходит то же самое видео которое так она на час бы проявилась на 11 минут делаю еще раз она проявляется на пять минут на пять минут но при этом сообщение мне выходит что это дублированное видео дублированное то есть она полностью его распознала на всей протяженности в час понимаете иначе бы это не было дублем она поняла это один и тот же файл но из одного и того же файла дважды загруженного и распознанного как дважды загруженного в одном месте чем показывает там 11 минут другом минут вместе гну как бы 5 но в общем поскольку дубль то его нельзя просмотреть то есть таких глюков на ю тубе яич не видел ну это было первые пару дней а потом прошло так вот я к чему рассказываю что надо было вести урок я не знал как это все пойдет но вроде бы ничего вроде бы ничего да там даже вот на этих партий были люди которые в этом классе вот которые новые только что начался там было несколько человек которые в четверг сидели на первом уроке а субботу ночь мы на этой партии встречались и дмитрий тоже который возил нас вот первый день по майами начнем тоже в этом классе и очень много было не запланированного в поездке то есть когда допустим в магазине там буквально на второй день я встречаю нашего выпускника он нас опознает вот он онлайновый но заезжал к нам в офис сюда был в командировке заезжал в офис он меня узнает в магазине тут же собирает там ребят которые учились тоже у нас и они сейчас работают вместе но не вне все но почти все общем они там знакомый человек 8 собирается в частности там дима шишкин блогер его жена вот и так как то мы собственно и не планировали но вечерком тут уже ладно вот значит еще вот какие-то были такие встречи поездки много народу нас пыталась куда-то еще позвать и я в общем очень с одной стороны очень приятно но с другой стороны мы физически не могли то есть было было много народу которые там один говорит давайте я вам покажу бакаратон это такой район все-таки поприличнее подороже он посмотрите там там диапазоне там 800 тысяч там миллион там и нам очень хотелось но но просто не невозможное по времени не получалось был паренек который звонил до еще до того как мы уехали он звонил в школу оставил сообщение я все время до сих пор бумажники лежит его телефон я думал может быть удастся там он инвестициями занимается у него 35 единиц недвижимости во флориде он хотел встретиться поговорить там я не знаю какой у него был конкретно интересно во всяком случае там еще были ребята еще были ребята еще были ребята и я говорю ну приезжайте на эту партию может быть мы там поболтаем в частности там были мама и сын которые ездили академику без палька который там же недалеко живет почти в бакаратоне там рядом дирфил вот и они тоже приходили мы с ними там фотки сняли в общем что я хочу сказать что ну вышло как вышло да то есть наверное если мы там еще неделю были она была бы не менее плотненько и не менее насыщена все такое мы еще в конце там на арт-галерею сходили ну не ненадолго там несколько часов мы там были в этой арт-галерее я снял несколько сюжет я я знаю что наши зрители не здоровы смотреть арт-галереи ну так для тех кто интересуется пусть будет в общем мы возвращаемся к естественному ходу нашего повествования нашего блога канала там как хотите назовите все все будет правда это и повествование и блог и канал вот и мне нужно будет несколько дней чтобы прийти в себя и ментально как бы вернуться туда где мы расстались искать из калифорнии десять дней назад ну вот не знаю еще у меня мозг не на работе вот я еду да выяснилось что я слопал свои таблетки там от диабета есть такие метформин называть и надо было бы продлить а мы думали что когда мы приедем уже у нас там под дверью будет посылочка что заказали но что-то у них там приключилась они не прислали значит надо теперь позвонить в врачу нашему взять у него такой рецептик чтобы в аптеку зайти купить просто в аптеке и вот а поздно как мы возьмем в аптеке иначе надо будет снова структовую компанию там с этими рецептами и так далее ночь ой ну это это сейчас наверное светлана меня так подстрахует поскольку за полторы недели рабочего времени что я отсутствовал там накопилось сколько-то дел хотя надо сказать что я все это время отвечал на имейлы в скайпе там если какие-то возникали относительно пожарные ситуации то я тут же подключался то есть я каждый день проводил там ну уж наверное не меньше часа там в переписках разных и так далее но иногда переписки недостаточно то есть вот есть уже там четыре человека которым я сказал вот я в понедельник вернусь заходите без опойтмента мы там поколдуем с вашим резюме вот я помню что их четверо думаю как они там четверо без опойтмента придут там и так далее то есть накапливаются вещи кроме того из офиса меня не беспокоили поскольку я отдыхаю но это не значит что там у них ко мне не накопилось какого-то количество дел давайте вам покажу что обещал не показал вот так выглядит наша пасмурная кремниевая долина мы когда я из самолета вышли поехали вчера на убери и вот такая картина была и света гитачок пожар разве не потушили я бы потушили до дождик и потушила нога это что же так вот как будто дым от пожаров вот так же примерно выглядел я вот просто просто пасмурно просто так какая вот погода ну что друзья приехали мы на работу я уж отвык за рулем то сидеть мы брали машину на день когда встречались наташей клика так в принципе мы на убери а иногда там из наших гостей смысле принимающих да значит нас тоненькой завозил подвозил вот на парте мы ехали в субботу нас туда закинул частный детектив стив дудник мы с ним по дороге записали разговор а обратно были студенты там два парня они учились у нас тут на кампусе приезжали из флориды учились на кампусе потом уехали туда вот так что давайте я развернусь об вот они как раз жили ну буквально возле того места где наши сцены резиденция была и вот они нас туда и забросили обратно то есть где-то мы на перекладных где-то на убери там и так далее немножко отвык от вождения автомобиля но вообще приятно друзья приятно водить свой автомобиль вот сейчас еще сдуем с него суть листву что там нападал он у меня стоял на уль на драйввей возле гаража и все в общем жизнь приходит в свое нормальное состояние счастливо